Сегодня мою светлую нефильтрованную голову посетила интересная идея поиграть за Италию. У этого приветствия было самое крутое удержание, так что я подумал, что использовать его дважды будет очень весело, поэтому приступим прямо сейчас. Естественно, буду играть со своими самыми удобными настройками на отменение оправданий войны и так далее. Это абсолютно не важно, я казуал даже в таких стратегичных и сложных играх. Итак, мы закончили с подготовкой к войне и уже неплохо так продавили Эфиопию. Не спрашивайте, почему я скипнул такие веселые и интересные задания, но Султан Атауса полностью подчинился нам. Очень забавно, но, блин, я бы хотел побольше геймплея в Африке, потому что, ну, тут только британские и французские колонии, там, в перемешку с Бельгией и Португалией. Это не весело, это не интересно, я бы хотел побольше всякого прикольного, но, видать, не судьба. Поэтому продолжаем, вот уже мы очень близко к Одиссабебе, захватываем всякие там гамбеллы и веселимся. В чем же план моего успешного успеха за Италию? Ну, естественно, как бы там до Рима добраться я за одну часть не смогу, потому что, ну, вы все знаете, я не люблю достигать целей за одну часть. Обычно это и есть моя проблема, но эта проблема не моя, а проблема хронометража и моего неумения снимать все. 40 минут монтировать долго, и мне лень заниматься этим постоянно. Так что, предположим, то, что Италия просто возьмет небольшой перерыв, возможно, навсегда, если вам не понравится, это тоже не важно, потому что Эфиопия уже полностью окружена, и нам осталось взять буквально парочку городов, и Одиссабеба будет самым главным курортным городом в Италии. Тише едешь, дальше будешь, но офенсив абсолютный с вынужденной атакой я использовать продолжу. К счастью, ни одна дивизия у меня не сдохла, и, как бы, осталось совсем немножко, уже идет красный, но штурм Одиссабебы. Почему в африканском государстве так много сил? Я, конечно, добавлял уже терлисты с Италии и говорил то, что война с Эфиопией не круто, но на самом деле это не так уж и тяжело подумать, если не забыть поставить дивизии на нижнюю часть фронта как идиот. Ну, ладно, это не сегодняшняя повестка дня, сегодняшнее наше дело это закончить с ней, серьезно, почему-то она встала в глухую оборону, но не навсегда. Все-таки мы с ней справились. Теперь нас ждет очень много интересного и веселого, вот, к примеру, триумф в Африке, который будет ознаменовать нашу внешнюю, внутреннюю и так далее, и тому подобное политику. Да, теперь наша сверхвеселая, сверхинтересная вечеринка в Одиссабебе является доступной и открытой. Я надеюсь, всем понравится, особенно захват Австрии. Оба. Мельком еще Албанию взяли, в принципе, почему бы и нет, сейчас агентство еще создадим. Оба. Мирного решения не будет, как же я обожаю эти фразы, особенно конец Лиги наций. Я очень добрый и позитивный государь. А еще у нас там Кайзер опять в Германии, я не знаю, он постоянно приходит, а когда мне он не нужен, он не приходит. Ну, типа, я бы сейчас, если бы остался на какой-нибудь стране, на которой Кайзер бы помешал, или наоборот помог, он бы не пришел, потому что зачем мне контент, когда можно просто прийти и испортить мне союз с Германией, да? Да, примерно так. Но это абсолютно не важно, давайте-ка просто будем это игнорировать, я обожаю нонхист. Вот, ну как игнорировать, мы уже почти взяли Австрию, которая могла бы достаться Германии, но фиг ей за то, что она теперь империалист. Ладно, мы взяли все важные города и Австрия капитулировала. Что же я с ней сделаю? Может быть, замарянеечу там, или, не знаю, освобожу. Конечно, ребята, фулл аннекс, обожаю. Территории особенно такие. Ну и ладно. В принципе, теперь Италия расширилась еще немножко. Что же у нас дальше по планам? Конечно же война с Францией, о чем вы вообще там думаете? А, ну да, еще я там фоном успел Югославию пожрать, поделить, но кому какое дело до этой Югославии? А еще твари на французах успели подготовить высадки буквально в ту же секунду, как я им объявил войну? Ну, я не уверен, что это так должно работать, но ладно, допустим, надо бы не забыть поставить конвои, чтобы они там, типа, блощили что-то. Прикольно. Забьем на Африку, пусть они туда стянут свои дивизии, и мы будем, как бы, победителями и успешниками всегда. Да. Это очень важно, очень серьезно. Я надеюсь, всем будет абсолютно пофиг, что на Ефиопию, что на Африку, и что мы сможем пробиться через эти французские горы. Очень надеюсь. Ладно, в принципе, неплохо, у нас есть моря и нетка Югославия, на крайний случай, поэтому почему бы и нет. Красные кораблики. Я помню, я вам говорил в террелистах, то, что по сравнению с Францией и Британией, Италия сосет во флоте. Это абсолютная правда, и, к сожалению, мы с этим ничего не попишем. Ну, я надеюсь, в нас никто не высадится, и мы сможем пробиться в горах, в которых мы голодаем и умираем. Ладно, план есть, давайте-ка просто врубим снабжение грузовиками, которые я производил всю войну. Да, пожалуй, это, возможно, поможет. Возможно, я не буду голодать и смогу их пропушить нормально. А, еще у нас в Апсовской Эстонии там, по приколу, в Альянсиков обладается. Как бы, почему бы и нет, вот серьезно. Белая Финляндия проигрывает гражданку, а вот у нас зелено-красно-желтые колбочки. Ладно, мы уже их немножечко пропушили, и Югославия уже отдала нам и Черногорию, и т.д. и т.п. Я не знаю, на кой нам такая дележка, но, в принципе, все есть. Какая-то там авиакатастрофа, удачно, наверное. Колбы как бы закрываются, и мы вроде даже в Тулон заходим, а это узел снабжения. Я надеюсь, у нас все получится. И да, итальянской армии вполне хватает, чтобы пушить Францию, но мы уже потеряли все, что есть в Африке, и я надеюсь, что вернуть мы это сможем. И то, что после ревки там не появится какая-нибудь свободная Франция или типа того. Ладно, не будем о грустном, будем о том, что у нас тут прокачки производства. Я, кстати, не знаю, по каким процессам они появляются, почему их можно делать. Ну и ладно, в принципе, всякие там прокачки армии будут только делать нас сильнее, что означает то, что бонусы атаки и организации и так далее помогут нам быстрее сократить численность населения французов. Кстати, мы уже в Марсель идем. И довольно успешно. Зеленая колба на 90, которая вот-вот, и Марсель наш. Круто переключаем снабжение на коней и кайфуем. Вообще, теперь, когда мы пропушили их узлы снабжения, они начинают голодать, что означает то, что полный пуш, они вряд ли успеют вступить в союзники. Я очень надеюсь, что французы падут и не будут сопротивляться более. Потому что вот эта вот нависающая надо мной угроза в виде кучи синих стран, в виде Британии и ее колоний, мне бы не очень хотелось с ними разбираться, потому что... Очень весело на монтаж этого видео было отдано 0 рублей. Да, я вообще должен был заплатить вам за то, что вы это увидели. Но неважно, гениальный стартек Чёрствый хлеб решил, что и сейчас он просто аннексирует абсолютно все. В принципе, довольно неплохая идея, потому что, ну, МПшки у меня достаточно. Почему бы и нет, я не знаю. Нет, это явно плохая идея, но меня плохие идеи преследуют повсюду. Поэтому аннексируем абсолютно все. Я тут даже пытался быть избирательным поначалу, но потом меня кое-что осенило. Да, выбрать все, все еще существует. Кстати, существование Египта меня озадачивает, но это абсолютно не важно. Тут, наверное, главная ошибка Франции была то, что она рассосала все свои дивизии по куче своих африканских территорий, которые меня не очень-то и волновали, из-за чего она и прогорела. Ну, неважно, у меня есть как бы Астрия, часть Югославии, теперь еще и вся Франция, Албания, Черногория, я не знаю, зачем они существуют. Ну, и война с Грецией, как бы погнали, агрессивно будем воевать с Грецией. Сто процентов напряженки точно же не приведут к тому, что они вступят в союзники. Ну, союзники это же не самое плохое, что могло произойти, верно. Там, ну, как бы пока что все в порядке вроде бы. Ну, ладно, давайте-ка посмотрим, что произойдет, я надеюсь, все будет отлично. Соединенные Штаты Америки в войне со мной. Знаете, я вообще не очень заинтересован в том, чтобы воевать с британской Малай-мажором, с Советским Союзом, да, конечно же, с Соединенными Штатами Америки-мажором и, естественно, Великобританией. Я просто хотел Грецию, меня это не волнует. Смотрите, какой прикольный бак, иконочки сохранились, поэтому дружба это чудо. Прямо сейчас я вам это и докажу. Шутки не будет. Все очень дружно, мирно, забавно. И опять эти ваши альянсы, ну, камон, ребята, хватит этим заниматься. А почему вообще Венгрия со Швецией в альянсе? Нет, конечно, это весело все, но Швеция у меня мажор, а у меня с ней нет никаких границ нормальных. Походу, придется заниматься высадками. Но это хотя бы не все союзники. Это даже проще, потому что я смог разобраться сразу с двумя соперниками. Наверное, но мне Швеция вообще нафиг не нужна. Ладно, высадка прошла, занимаемся важными делами. Ладно, если быть серьезным, флот у меня отменный французский плюс итальянский. То есть мой и мой. Поэтому почему бы и нет, все классно, круто, еще авиабаз вообще в Швеции не придумали еще. Поэтому занимаемся важными делами и просто пушим. Я надеюсь, одной армии все-таки хватит. Но я вторую все равно приведу, потому что, ну, они просто кайфуют в Риме. Как бы, почему бы и нет. Еще раз сосу дивизии на оборону, потому что, как бы, у меня предстоит захват Великобритании и куча других приколистов. Поэтому крепитесь, ребята, крепитесь. К сожалению, большая часть конвоев мне вытопила Франция, и это обидно, но... Ладно, врубаем автопланы и просто захватываем Швецию. Я надеюсь, это будет весело, быстро и под музыку. Интересно, какую музыку мне для вас подобрать? Наверное, нужно что-то семейное, доброе, милое, миленькое, классное, прикольное. Слушайте на здоровье. Окей, я справился с главной задачей по захвату Швеции. Это было не так уж и тяжело, но теперь у меня есть марионетка Венгрия и марионетка Швеция. Ладно, я не буду аннексить весь мир, поэтому подписывайтесь, яхозе. Свободная Франция в Эфиопии все-таки существует. Вот, это обидно, печально, я даже не могу оправдать на нее цель войны, потому что регионов у нее не существует. Это очень тупо, я серьезно, я не могу вернуть себе Эфиопию, почему? Ладно, неважно, в общем-то, теперь тут война со всем миром и Германией, как бы, я не знаю, как это произошло. Ставьте лайки, подписывайтесь, с вами был Черствый Хлеб. С вами был Игорь Негода.